Забавная штука, не обратили внимания? Есть у нас один оппозиционер, я бы даже больше сказал, лидер оппозиции, именно так этот парень себя презентует. Так вот, как только в стране происходит что-то по-настоящему важное, ну, например, экономический кризис или откровенная кидалова, связанная с грядущей коронацией верховного правителя, этот самый оппозиционер начинает переключать внимание протестников на какую-нибудь никому не нужную фигню. Как, например, в этот раз, когда на фоне обвала российской экономики человек заговорил о вороватой чете Симоньян. Ого, скажет вам любой телевизионный продюсер, какой щедрый ценник. При этом напомню, что оборудование и помещение взяты у государства, а значит, расходы на производство не такие большие. Но я же не просто так назвал семейство Киасаян-Симоньян паразитами нового поколения. Нет, я не против. О ворах вроде этих ребятишек рассказывать нужно, ну потому что совсем уже обнаглели, тащат все, что не приколочено, снимая на деньги налогоплательщиков всякое говно, осваивая при этом миллиарды. Но, блин, есть ведь еще такое понятие, как время и место. Согласитесь, по меньшей мере странно выпускать в эфир расследование о недожурналистке и недорежиссере 10 марта, в день, когда вся страна только очухалась от праздников и узнала, что ее будущее летит в тартер, рубль упал по самое не могу. Рынки рухнули, акции российских компаний обувалелись, да и фиг бы с ним, а вот Симоньян с Киасаяном. На следующий день, пока народ все еще пребывает в шоке, и жулики предлагают короновать его величество, а выборы в Госдуму похерить, оппозиционер номер один с упорством идиота продолжает, а вот Симоньян с Киасаяном. Ну реально, подобное для меня выглядит странным. Дядь Леш, а не поговорить ли нам до кучи о колопах в адлерских гостиницах? Ну раз больше не о чем. Отличное заявление с учетом того, что Алексея Навального не пустили на выборы президента, а в прошлом году меня и других независимых кандидатов не зарегистрировали даже на выборах в Москву Туму. Я, кстати, несколько раз вот этот вот ролик Соболь пересмотрел. Слушайте, он такой беззубый. Он такой ни о чем. Терешкова очень некрасиво поступила. Владимир Путин не допустит конкуренции на выборах 2024. Ну а теперь перейдем к делу Голунова. Блин. Да с такой оппозицией нам не то, что до конца 36-го года ничего не светит. Нам еще лет сто жить с Путиным и его прихлебателями. Потом, кстати, представил сейчас госпожу Соболь. Через 50 лет в образе правозащитницы Алексеевой. Помните, была такая. Путин, конечно, мирозавец. Но давайте еще раз вспомним дело артиста Устинова. И то, как Симоньян за бюджетные деньги в 19-м снимал рекламу зубной пасты. Ой, блин. А кто вообще сказал, что эти ребята оппозиция? Да они же мажоры самые обычные. Такие же, как Лиза Пескова или Ксения Собчак. Та же Симоньян. Только мажоры новой формации, которые назначили сами себя будущей российской элитой. Им удобно быть типа несогласными тогда, когда это нужно. Вы их видели в эфире хоть одного оппозиционного канала. Я не про газпромовское эхо Москвы сейчас. Кому-то же Люба или Милов, например, ходили на интервью. Ко мне, к Гимельфарбу, к Потапенко или к Сотнику. Или к Решаех, Яшину, Гудков. Вы их видели хоть где-нибудь, кроме официальных путинских СМИ? А может, ребята, как Владимир Владимирович, тоже на дебатах не появляются, потому что для них это мелко? А по-моему, все очевидно. Там же неудобные вопросы могут начать задавать. И как на эти вопросы отвечать без согласования с боссами? Это спецпроект реальной журналистики. Программа «Кремлевская обсерватория». Здесь мы обсуждаем самые абсурдные новости, появляющиеся в российской ленте. Поехали! Он поднял, можно сказать, страну с колен. Он обеспечил поступательное развитие разрушившейся в то время экономики. Знаете, когда я подобное слышу, мне смешно. Эта женщина, спикер Совета Федерации на минуточку, в разгар кризиса, когда нам приходит звездец, на полном серьезе, говорит, он поднял нашу страну с колен. Это как поднял. Нефть обрушил в два раза. Цену российского «Газпрома» на 15% уронил. Или «Роснефти» на 22%. Я не говорю сейчас о Сбербанке. Его акции тоже рухнули. О рублей, который подешевел на 15%. И все это случилось за один день, когда госпожа Матвиенко рассказывала о Вате о том, как дядя Вова страну с колен поднимал. Я не знал, что сработать в минус на миллиарды долларов называется поднять страну с колен. Надо быть законченным дебилом, чтобы менеджера, что обанкротил ваше предприятие всего за день, назначить менеджером еще на 12 лет и при этом радоваться. Но поговорить сейчас хочу не об этом. Вы знаете, мне уже 40 лет. А что я видел? Да вся моя жизнь – это бесконечная эпоха каких-то кризисов. Когда я был совсем маленьким и учился в начальной школе, я вместо первых уроков стоял в нескончаемых очередях за мылом, за колбасой, за мясом, за сыром. Время было такое. Я стал чуть старше, развалилась страна, и опять случилась жопа. Мои родители отдали меня в Суворовское училище, потому что прокормить не могли. Потом были 90-е. Потом шарахнул кризис 98-го, и мы всей страной снова оказались в заднице. Борис Николаевич, по поводу девальвации, сейчас все говорят, будет девальвация или нет. Одна фраза от вас зависит. Не будет. Не будет девальвации. Твердо и четко. Твердо и четко. Через 10 лет в дверь постучался кризис 2008-го. В 2009-м он продолжился. У меня урезали зарплату. В 2014-м обострился. Несколько последних лет я пребывал в ОПЕ. И вот 2020-й. Снова кризис, и мне снова говорят, надо еще немного потерпеть. Давайте дадим Владимиру Путину 16 дополнительных лет. Да я, блин, устал терпеть. И не хочу этих 16 дополнительных лет, потому что в 36-м мне будет уже под 60. Нахрен. Почему я должен всю свою жизнь похерить? Почему должен постоянно терпеть и затягивать пояс потуже? Вы этого и не видите. Но я-то много лет отработал на центральных каналах. Они нам говорят, сейчас сложные времена. А когда выключается камера, садятся в дорогие машины и уезжают в дорогие рестораны гулять дорого одетую Машу. Жрут там лобстеров, когда ты в последний раз ел лобстера. А он вчера и завтра будет есть, и послезавтра, и следующие 16 лет. А тебе надо немного потерпеть. В 36-м году, повторюсь, тебе и мне уже будет под 60. Все, ты свою жизнь просрал. Ты видел только счета за ЖКХ и ценники в магазинах. Вместо шубы жене купил дешевый китайский пуховик. А статую свободы ты видел? А статую Христа Спасителя? А на Голгофу поднимался? Или, правильнее будет сказать, спускался? Что ты видел в своей жизни, а у них она прошла красиво? С шампанским вдова Клико, которое, уверен, ты даже не пробовал. Ты вспомнишь мои слова, правда, на тот момент тебе будет уже 75, и ты будешь подыхать на помойке. Потому что твой национальный лидер подписал указ о усилении тебя из единственного жилья за неуплату коммунальных услуг. Ты будешь подыхать на этой помойке, и вот тогда ты меня вспомнишь. Только поздно будет. Надо просто задуматься о собственном здоровье. Стать поменьше питаться, например. Ну и это еще не все. Когда ты двинешь куни и предстанешь перед создателем, бьюсь об заклад, он отправит тебя в ад. Знаешь почему? Он тебе скажет, братан, тебя там уже дожидаются, твой президент. Ребята из партии реальных дел, тебе же нравится ждать. Ты ждал всю свою земную жизнь, ты ждун. Вот и жди теперь с ними, у тебя в запасе целая вечность. Получай удовольствие. Это был спецпроект реальной журналистики, программа Кремлевская обсерватория. Все пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok